Природа России, ее архитектурные памятники, события истории. Все это на полотнах художников творческого объединения «Паровоз». Выставка их работ открылась в музее-заповеднике «Коломенское» во дворце царя Алексея Михайловича. Восстановленный совсем недавно он идеально подходит для такой исторически ориентированной экспозиции. Зимний ростовский Кремль Анна Реброва писала летом 2010-го. Зною духота заставляли мечтать об одном – морозной свежести. Потому на картине Кремль покрыт снегом. Горно-алтайские дольмены тоже выглядят иначе, чем на самом деле. Этот образ собирательный. Горы с одного местности, дольмены с другой местности. А потом я соединила, чтобы передать в целом ощущение, настроение, образы горного Алтая. Поленова неподалеку до музея выдающегося живописца Василия Поленова. Художник Василий Худяков говорит, что для него Россия прежде всего просторы и, конечно, реки. Разлив и ледоход. Это очень быстро проходит, буквально за два дня. Поэтому я хотел именно этот момент изобразить в своей картине. Каков он осенний вечер в Дубровницах или утро в Петербурге? Как выглядит старообрядческая церковь в Коломне? Выставка своего рода «Экскурсия по стране». Это путешествие по России изначально должно было стартовать в Италии в прошлом году. Но выставку в Риме перенесли на лето 2014-го. Отправлять на это время работы молодых художников в закрома у организаторов руки просто не поднялись. Эти полотна могут помочь не только побывать в разных уголках страны, не выезжая из Москвы, но и стать своего рода уроком истории. Учебник – это учебник, а жизнь – это жизнь. Поэтому, мне кажется, очень важно эту историю выразить современными методами, способами, и в частности выразить ее в живописи и представить всю Россию. Исторические картины, пейзажи, натюрморты, портреты. На выставке немногим более 50 работ, но в них действительно вся Россия. Ольга Енина, Владимир Степанов, Новости культуры.